Так, ребят, возвращаюсь к вам. Паузы просто минимальные, не хотят затягивать у нас организаторы. Но это и в принципе и правильно, потому что сидеть по полчаса между играми тоже не кайф. Итак, начинается у нас финальная катка. Напомню, что счет 1-1 и это решающая карта за выход по сетке лузеров дальше. Проход, конечно же, не выход еще. Поэтому это очень важная игра для обоих, для обеих команд, для обоих, надо сказать. И что, по пикам банам видно, что Ликан и Дазл не улетали в баны, они находятся сейчас в пиках, но по разные стороны баррикад. И поэтому у Релакс Дазл в пике, а у Ахет Ликан и сейчас будет от них второй пик. По банам от Ахет отлетели Эмбер и Инвокер, все так же, все довольно дефолтно. Во всех играх они так и делали в принципе. И сейчас от Релакс отлетает аппарат и Бэтрайдер. Вот такие вот у нас пирожочки. Долго думает Арзик над вторым пиком. Не совсем еще, наверное, ребята понимают картинку своей игры, что они хотят конкретно, что нужно пикнуть. Но есть уже уверенный Керрик и Клюкан с очень неплохим потенциалом на пуш, поэтому нужно под это что-то разыгрывать. Типа тот же Шадоу Шаман, который заезжал в первой катке, весьма неплохо смотрелся. Можно даже этого же персонажа так же рассмотреть. Но принимает решение Арзик взять себе Дизраптора. Отвечает сразу же моментально, шачло здесь с Лордаром и просто даже это без задумий. Понятно, что комбо-вомбо через минус армор это довольно уверенная такая острота. Поэтому у Релакс пик выстраивается очень-очень перспективный. Началась на вторая фаза банов и отъезжает от Релакс кентавр. Это, я думаю, респект бан. Потому что в первой карте что-то не пошло против этого кентавра. И ответочка сразу же от Ахэд с Эвчиком и четвертый бан от Релакс. Напомню, что после этой игры, через там, если, она конечно же будет недолгая, через небольшой перерыв будет вторая у нас игра в сетке лузеров. Это ТР против Инсейн Гейминг. Будем наблюдать за Володей. А параллельно будет идти сетка венеров. Там будут играть Виртуз Про против АВР, если я не ошибаюсь. Будет комментировать Мэл Шторм. Отъезжает Шторм от Релакс четвертым баном и ждем четвертый пик от Ахэд. Ой, четвертый пик, прошу прощения, четвертый бан. Под вечер заговариваться уже начинаем. Мне еще одну игру комментировать, нельзя засматриваться. После игры пойду лицо, макну в ванну и... Послушаю музыку, релакс там. Пошло резервное время у Арзика и это Абадон четвертым баном. Но это такой бан... Я не знаю, Роксы привыкли ты такой стратой играть. Где Дазл, где Свардар, где Абадон. Габлак часто пикал такую тему. И Клакверка, вот, в Ахэд Гейминг третьим пиком. Чем ответит Шач? Мирана. Ну вот тут пик просто на Роксовский, похож, если честно, на Релакс. Не хватает Абадона и какого-то мидера там, типа, Темпларки. А так вообще, да, копия, если честно. Мирана там для Седова, для ФСЗ. Свардарчик и какой-нибудь Йол на Дузеле. Знакомый пик. Ну что, четвертый пик это Хэд. Что предпримут, ребята. Бэйн заезжает. Ну тут такое, два в одном, и хорошего саппорта украл, и чтобы не отдавать вот такую вот хорошую даблу, как Бэйн и Мирана. Арзи грамотно очень сделал сейчас с пиком Бэйна. Но, все равно, не до конца я уверен, что Релаксы хотели именно этого саппорта пикать. Но, он бы весьма неплохо бы к ним заехал. Против того же Лекана в шейп-шифте, Филдс Грипп, очень полезная штучка. Четвертый пик от Релакс, я думаю, парни не смукились, как минимум. Я опять же повторюсь, что я не уверен был, что Бэйн будет. И это Веномансер. Очень мерзкая гадюка заезжает к Релаксам сейчас. Мерзкая, конечно же, по отношению к Ахэдам. Релаксы ее должны любить, потому что это их гадюка. И началась у нас последняя бана, фаза последних банов. Пятый бан за командой Ахэд. Что это будет? Видно уже, что есть два саппорта, но все равно принимает решение Арзик забанить Лича. Видимо, судя по тому, что Релаксы захотят его использовать как Харт. Ну, не знаю, ему явно виднее. Релаксы отвечают банам Сларка. Пятые баны. Пятые пики. Баны. Пики последние остаются у нас. Тобе их команды. И два саппорта есть, керри есть, есть хардер. И опять же остается в третьей игре. Постоянно Арзик забирает мидера пятым пиком. Всегда. И что это будет? Пока что не особо понятно. Что он бы, конечно, неплохо смотрелся в первой катке. Там они с Люканом много грязи наделали, но там еще не без помощи Кентавра это все было. Тут немножечко иной пик, но тоже не менее опасный. И это водичка-вода. Морфинг пятым пиком для Ахэд. Судя по всему, это будет дабл мид. Дабл мид, дабл изи и клокверт. Ну да, это было бы логично. Поставить Ликана и Дезраптора на изи. Морфа с Бэйном в мид против кто бы там. Сейчас еще непонятно, кто на миде будет стоять. Скорее всего, это будет Мирана как раз таки. Либо же... Либо же нет. Либо же просто сейчас мидера просто у команды Релакс не присутствует до сих пор в пике. Посмотрим, что пикнет Шачла. Время у него еще много. Основное время там заканчивается только еще резервного есть. Полторы минуты. Время есть. Можно все это взвесить, обдумать, как это все будет смотреться у них. Да, вижу я, ребят, ваше недовольство в чатике насчет лагов, но потери кадров у меня нет. Я за этим всем четко очень наблюдаю и просто бывает такой приход и чаще всего на твичах по вечеру такая фигня. Именно по вечеру, когда в Москве и в Европе примерно вечер становится, начинаются какие-то невероятные лаги. Мало того, что на твиче, так в последнее время еще и стим выкабеливается очень плотно. Поэтому с этим я ничего не могу поделать. Вижу я, что многие тоже пишут, что у них не лагает. Так что это проблема просто не то, что вашего провайдера, а именно пинга вашего провайдера к хосту, к серверу твича. Он практически для каждого зрителя индивидуально идет по регионам. Так что это такая беда. Триант протектор от релакс заезжает. Да, угадал я с тем, что будет мидерная мирана против даблы и очень неприятная будет стоять. Так что... Но под ливи нормором и все это будет, я думаю, неплохо смотреться. Шичло будет, кстати, на юном мансере. Но если, конечно же, свапов не будет, опять виндекс у нас опаздывает. В третьей катке молодой человек последний приходит. Мог бы во время пика все там свои дела делать, думаю. Да, и пауза от релакс. И сразу же снимается. Пришел виндекс, видимо. И можно озвучить героев и кто на них катает. Собственно, у релакс шачла будет катать на виномансере, йоку на флордаре, крэйзи на миране, виндекс на дазли и дредд на триант протекторе. У команды Ахэт опять пропал логотипчик, но не страшно. Ноуфир будет катать на клокверке, лоха дэнс на морфлинге, все, мазослеер лекан, викицик на бене и арзик на дизрапторе. Забег в количестве трех человек делают ребята из Ахэт в свои кусты. Посмотреть, что вообще там происходит. Но, судя по всему, здесь будет стоять дабла, триант протектор плюс виномансер. Очень уверенная дабла. Андрей, не опозорь дерева, плиз. Ты знаешь, как им нужно плеять по старым чертежам. Альберт показывал, я помню. Мы с Андрюшей, я помню, в молодости делали грязь. На некролите, с треант протектором. У меня аж лыба на лице появилась, как вспомнил тот момент. Ну ладно. Так, ну что, Йоку тут будет стоять тоже даблой. И дабла у них довольно уверенная получается вместе с Дазлом. Флордар вместе с Дазлом очень имбовая такая дабла, тем более против милишного героя. Но не будем забывать про Коги. Поэтому у Фира будет возможность подсейвить своего персонажа и без проблем уходить из-под этих гангов, которые будут на него происходить на линии. И что, выходят у нас крипочки. Крейзи неплохой за Тарзис имеет. Запулили его на 2 тонн гусика, купил он. Так, тут пошла уже заруба. В Арзика залетает семя. Шачло пошел под гелем накоцывать Арзика. Арзик потерял очень много ХП. Но за счет того, что прокачан Кинетик Филд, они весьма неплохо здесь разошлись. Поразменивались ХП. Но тут потерял ХП саппорт. А тут парень, который должен, в принципе, на линии хоть что-то выфармливать. Ну и морфинг будет стоять у нас практически идентичные за Тарки от обоих персонажей. И, ну, у морфа только веточек нет. Но он полностью перекачанный практически. Поэтому ХП там очень мало. И Крейзи очень сильно накидал тут уже в воду. Но Фир здесь бегает с ДД. Кушает тонн гусик и побежал с Виндексом тычковаться. Но Виндекс понимает, что очень неприятные тычки от этого парня могут вылетать в мили. Дрюс ловит Найтмар, ловит Кинетик Филд. Хороший гель подвоим от Шачло. Дрюс закидывает семя в Арзика. И просто дерево. Сина идет домой. Домой. Хорошо, пульсы летят от семени в него. И все хорошо. Дрюня отсюда уходит. Неизвестив ласточка. И тренпротектор отпивается здесь. Так, ФБ пропустил я. И Крейзи умирает в итоге от Алохи Дэнс в миде. Один на один. Не очень-то хорошая ситуация, когда мидер-мидера в соло убивает. Тем более на первой минуте. Это груз печаль. Дима Крейзи переагрессировал, и Липа у него не было. Да, Лип до сих пор кодешится. Алохи этим воспользовался. К сожалению, пропустил я этот момент. Под конец Кигуча туда только переметнулся. И у Алохи появляется за счет этого Фрозблада Боттл. Линия к Ноуфиру подтянулась уже под самый тавер. Имеет он уже второй с половиной левел. И все неплохо здесь у такого кукверка получится. Ну и не будем забывать, конечно же, о дабле Релакс. То, что она очень уверенная. Эту даблу очень тяжело убить. Именно теми персонажами, которые имеются в активе у команды Ахэд. Появляется хоста снизу. За ней пока никаких телодвижений от команд нет. Эти могут воспользоваться в принципе Релакс. Потому что им очень удобно пойти и прочекать эту руну. Тем более ее видно. У них есть там вард. Крейзи опять без липа бежит. Но Алоха здесь на данный момент без маны. И Арзик выбегает на хосте. Ловит стрелу. Залетал Ливенормор от Дрюса. И Тандерстрайком забивает здесь Дизраптор Крейзи. Викидсик еще шел навстречу. И 2-0 в пользу Ахэд. И вот какие-то нелепые киллы. Крейзи начинает фидонить потихонечку. Викидсик поднимается по ступенькам. Ловит гель в лицо. Дрюс, Дрюс, Дрюс. Поджимается здесь Дрюс без маны. Тандерстрайк. Очень много дэмэджа. Но в него летят пульсы от семени. И поэтому Андрюшка отсюда спокойненько уходит. Виндекс отпулил хорошо линию к себе на Изи. И вместе со Слодаром, Сатаваром они выфармливают сейчас Кребцов. Все в Изи хорошо. Релакс. Но вот, чего не скажешь, а их миди. Ну и Дабла, в принципе, в Харде неплохо себя чувствует. На них есть, конечно, покушения какие-то, но эти покушения смертями хотя бы не заканчиваются. Что является неотъемлемым плюсом. Не точная стрела от Крейзи. И я лоха отсюда. Отмансовал. Ботл к нему летит только сейчас с базы. Курьер Шамиле привезет сейчас курочка. Самый шкодный курьер, по-моему. Дефолтный. С первой доты там была курица раньше. Кто не в курсе. Кто в первую дотку не катал. Я не видел ее вообще в глаза. Алик, ты можешь в доте включить микрофон, чтобы он всегда работал? Ребята, он так всегда работает. Вот, вы можете это заметить по этой иконке. Когда я говорю, тогда он работает. Он на реакцию звука. Крейзи очень под пробитый стоит. 18 хп, Ботл только сейчас на базе зарядился. Его нужно сейчас вести себе. Лоха летит. И что это за мув от Крейзи был? Зачем он здесь стоял? А Лоха этим воспользовался и делает очередной фраг. Это два фрага уже. Причем сделанных два фрага в соло на мидере команды Релакс. И этот морфинг начинает потихонечку уже доминировать под Хавалем. У него очень много атаки. Хорошо, он фармливает. Еще появляется ДД в топе. Ботл у него пустой. Но как раз за счет этого ДД он его и обновит сейчас. Дабла Релаксов пытается как-то присутствовать на пуле. Дредд очень... Что за мув от Андрюши? Андрей просто вообще никого не боится. Забегает он на Сему прям под тавер. Хороший кинетик филд от... Нет, не особо хороший. Не успел подняться щит. И Дредд успевает выйти. Ну, по тапочкам тому очень много эмэса. Но ХП подзакончилось у Андрея. Ну, Фирт и тут без маны. Виндекс его пытается как-то тычковать, прогонять. Алоха по ДД очень неплохо себя чувствует. И мы видим то, что по Кривстату два топовых КСа занимают игроки команды Ахэд Гейминг. Слардар тут будет уфармливать. Наверное, какой-то вангвард после Даггер. Ну, в принципе, все правильно. Главное сейчас, опять же, релаксом нужно понимать то, что это решающая карта. И главное, на начальной стадии игры не много фидить. Потому что потом тяжело будет как-то возвращать это все преимущество. Хоть у них очень хорошие герои, но все равно тяжело это будет перевернуть. Потому что Мирана, которая умирает в миде 3 раза за 5 минут, это не есть хорошо. На ней должен быть тоже какой-то левел должный и хоть какие-то артефакты. Офир получает здесь от Shadow Wave много дэмэджа. Ну, как не особо много, но все равно. Виндекс пытается харасить как-то с рэнджи. Андрюшка тут выхиливает свою пати от Кривца. Всемя закидывался. Денается все. Ну, что, пока кроме того, как Крэйзи умер 3 раза, ничего мы больше не наблюдали. Команды пытаются что-то выфармливать. Дабла релаксов также в харде получает какое-то преимущество. И заюзался Хоуэль опять для Алохи. И очередная смерть от Крэйзи. Крэйзи надо приходить в чувства. Иначе все будет очень грустно. 4 смерти за 6 минут от мидера команды релакс. Это все грустно. Курьер команды релакс тоже что-то здесь летает. Кстати, курочку поменяли. Раньше был кабанчик. Сейчас какая-то... Какой-то носорог в очках. Маленький. Ну и морфлинг имеет сколько у него? 3 фрага уже. 3-0-1 морфлинг. И это навеивает некую опасность для команды релакс в решающей 3-й карте. Так, ну что. Сема. Сема имеет уже, кстати, у себя Владимир готовый. Надо только привести себе рецепт со стэшика. И фактически 5-й левел. Сема есть. Так что скоро Люкан начнет уже себя очень плотно реализовать в плане пуша, наверное. Но вот эту вот даблу Виномайнсера вместе с Риан Протектором очень тяжело будет пропушить. Посмотрим, как будут бороться с этим ребята из Ахейт Гейминг. Крэйзи до сих пор не имеет тапочек. Или имеет где-то в курице. Нет, до сих пор нет тапок. Все, что он приобрел на миде, это боттл. И все. И 19 крипов у него по КСу. Алоха занимает первое место сейчас по крипстату. У него 41 на 12. То есть он свою линию просто в салат выиграл. Ноуфир здесь подбегал хорошо на пулы. В команде Релакс пытался экспириенс повпитывать. Еще и ракетами очень хорошо харасит обоих саппортов. Крэйзи получает ли Минормор сейчас от Алохи. Алоха очень агрессивно себя ведет в миде. Но это и понятно. Он три раза уже убивал эту Мирану. И понимает, что у него сейчас очень большое преимущество над ней. Тем более, Хауль будет через 5 секунд. Этим можно будет воспользоваться. Крэйзи отпивается полностью на фулл хп. Пропустил я фраг, где он был сделан. Сделали его на Шачло. Шачло здесь остался один внизу. Дрюс переместился в топ. И трипла Ахэдгейминг сразу же этим воспользовалась. Тем более, инфа о том, что Ливен Армор был потрачен на Мирану. Поэтому Шачло здесь полностью зацепили. Алоха хороший репликейт. Сразу же на него блинк. Виндикс бежит под грейвом. Эффект грейва окончается. И хорошо по таймингу Алоха заезжает на мой фарме. И делает очередной килл. Это доминейтинг для Алохи. Алоха сейчас находится здесь без маны, но с телепортом. Эроу не будет от Крэйзи. Да, Крэйзи просто юзал ультимейт. Но ультимейт не особо помог здесь Виндиксу. И 6-0 для Хэдгейминг. Тут пытаются пронести тавер Хэдгейминг. У них это получается. Очень сильно подпросевший здесь Викитсик. Викитсик, Витюша, сливается нейтралом. И последняя тычка просто от плевка веномансера залетает от варда. И получается сделать килл. 6-1. Хотя бы уже не в сухую. Под спринтом бежит Йоку. Под амплифай деймиджом Муфир. Здесь находится хороший глимс от Тарзика, но маны здесь больше нет. Клокверк тоже находится без маны. Дрюс, Дрюс, Дрюс вместе с Крэйзи выходят на Клокверка. Залетает 7-я в ноуфира. Хороший старфол от Мирана. Мирана свои 1-4 размачивает. Теперь хотя бы есть в наличии один фраг. Алоха тоже здесь заходит в спину. Заюзался эффект Хауля. Прилетает сюда еще и Витюша. Заслипали Алоху. Ой, не Алоху. А Йоку, прошу прощения. Дрэд умирает. Йоку, 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 Йоку. Викитсик просто здесь без маны. И Йоку на спринте отсюда просто убегает. Поменяли Дрэда на ноуфира. Это более-менее нормальный размен. Потому что хардера на саппорта поменять не так уж и плохо. Появляется у нас уже готовый Владимир. Готовая медалька у Семы. И Сема начинает уже просто формировать кусты. И это же, конечно же, неотъемлемый плюс для Шачло. Которого оставили на неопределенный промежуток времени. И у него сейчас есть возможность хорошая здесь поформить. Так, практически 10 минут включим мы уже Немпворс. 5200 у Морфлинга. Очень плотно он обгоняет даже своих тиммейтов. У которого там только 4000 улюканов у Семы. И Алоха имеет здесь оверфарм на этой карте. И весьма неплохие задатки для победы. Для победы в этой, собственно, игре решающей. И преимущество по голде в районе 4000 за Ахэд Гейминг. И по экспириенсу чуть... Ну, практически 3000. После последних киллов дернулся немножечко. График по экспириенсу в сторону. Релакс, но чуть-чуть это не считается. Качели все равно на стороне Ахэд. И Викидсик попытался здесь занайтмарить. Он крэйзи, крэйзи на липе хорошо отпрыгивает от этой всей кухни. Алоха имеет уже у себя гускепетр. Витюша Филдс Гриб схватил не точно. Хороший хукшот от Ноуфира. Залетают в крэйзи, крэйзи. Нет. Липа и в когах здесь его бутербродиком начинают хорошо забирать. Алоха. Ну и пилят они здесь фраг на Виндиксе еще. Ноуфир вместе с Алоха в Алохе. Кстати, есть репликейт. И пушится тавер от Ахэд. Второй тавер будет забираться сейчас в копилочку команды Ахэд. И счет по игре 9-2 и по таверам 2-0 в пользу Ахэд. Ребята очень хорошо начинают здесь решающую встречу в этом матче. Так, ну что, какие дела у нас у Йоку? Йоку имеет уже вангвард и 1000 голды. Скорее всего, даже без собирания ПТ будет приобретаться на Слордаре Даггер. Потому что нужна какая-то инициация уже от Релакс. Если они хотят не в сухую проигрывать эту карту. Наоборот, ее даже как-то перевернуть. У Алохи есть Госкепитер, и это будет выход в шотган сразу же моментальный. Без всяких Линкенсфер, там Яш и так далее. Остается у него чуть меньше 2000 до Иглсонга. И все будет неплохо, я думаю, у такого морфинга. Тем более, у него есть оверлевел над другими персонажами по карте. Вон там Дредд только 5-й, Виндекс 6-й, Крейзи 8-й. Вот морфинг 11-й. При появлении Этернал Блейда у него уже будет Адептив Страйк 4-й, я думаю. И он сможет бегать и ваншотить пацанов. Дредд лечится тут в миде вместе с Крейзи. И вейвформ ловит стрелу от Крейзи, Крейзи, ну, это просто так подхарасить. Морфа. Морф теряет половину хп, отпивается ботлом. Появляется в топе дабл дэймэдж. Витюшу где дисконнектят. И Ахээд гейминг ставят паузу. Дедос пишет. Очень недовольный чатик в игровой Крейзи, ну, у меня бы тоже горело. Если бы я не комментировал, я бы по-другому сидел бы в чате, наверное, орал бы. Потому что я тоже, в принципе, переживаю за эту команду, болею за пацанов. И да, такой мид, если честно, не очень впечатляет. 1-5 на 12-й минуте Мирана, которая должна, наоборот, как-то бегать и овнить карту. Но получается то, что получается. И это грустно. Графики. Что там по графикам? Более 5 тысяч за 12 минут по голде получает команда Ахэд и более 3 тысяч по хп. Оверфарм сейчас просто. И самое страшное в этом не то, что сейчас вот такое вот преимущество. Самое страшное то, что Люкан еще в игру даже толком и не включался. Он присутствовал на пуши Т1 Тауэра снизу, но после этого он просто ушел в кусты. И мы видим то, что у него есть после собранного Владимира и медальки уже 1600 сверху. То есть он, грубо говоря, может уже закупить себе эти мывни крачи без рецепта. И где-то минутик 20 предположить, если Сёма продолжит примерно в том же потоке действовать в плане фарма, то у этого пацана будут третий некорчик 20 минут. Это, как правило, где-то 80% винвейта. С такими митимами на Ликантропе. И это печально. Почитаю я читец, пока пауза. Да, согласен я с молодым человеком в одном чате. Он пишет, что игра перевернется с появлением Даггера на Слардаре. Есть такое мнение. И примерно склоняюсь я к тому, что процентов 60, наверное, что игра перевернется в русло релакс. Но не будем мы забывать то, что до появления Даггера нельзя так жестко фидить. Что очень плотно здесь сделали релакс. Они и фидили, конкретно фидил мид. Потеряли 2 тавора уже, плюс на таворе, на дефе тавора в миде было сделано 2 смерти. Тем более там уже умирал и очередной раз Крейзи. Еще и виндыкса зацепили. И это все грустно. 2 фрага получилось только у релакс делать за 12,5 минут. Но Фир здесь бегает практически уже с готовым блэдмейлом. 8,5 левел и пытается он как-то стоять с Йоку и всячески ему мешать. Откладывать его появление Даггера как можно скоро. Шачло здесь полностью вардами облепился со всех сторон. Тут еще и Дрюс на подсейве стоит. Подходит сюда еще и виндыкс. А команда хейтгейминг находится в количестве 3 человек в миде. Видимо хотят как-то пропушить еще т2 тавор. Ну пошло смещение от саппортов. К себе в изи-линию. Сема видимо просит помощи. Потому что тут какой-то очевидный пуш уже начинается от релакс. За счет этого виномайнсера. 2-100 имеет ликан. Кстати у Рушача в принципе не очень плохие дела. Найтмар от Витюши. Викит Сик. Хорошо здесь Найтмар и Дреда, но Филд Грипп не рискнул вставить. Потому что могут сбить. Ну плюс там еще Дрюс Винвиз ушел. Так, Алоха. 2-400 тем временем у Морфа. Кстати еще немаловажный момент. Как скоро появится Мека на Шачло. Вот эта Мека очень многое может перевернуть. С появлением Мекки и Даггера. Кстати вот насчет появления Даггера. Этот Даггер... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что делает этот царь? Он просто зашел. Купил Даггер и ушел. На него была только что атака. Я думал сейчас если его убьют у него еще Даггер откинется где-то. Ну на минутки полторы и это всегда неприятно. Но Йоку просто Лев. Хорошо успел купить Даггер и выблинкался с кустов. Но проблема в том, что начинают. Начинают Эхеды пушить третий. Тайдин Тауэр в топе. Последний. Тем более Алоха здесь находится под дабл дэймэджем и под эффектом репликейта. Ну и репликейт сейчас закончится, поэтому... Но... Не смогут, не смогут здесь релаксы никак подефить. Но они пользуются тем, что у них есть Вардар. Есть Виномайнсер и они заходят на Рошана. Появляются у Семы первые некорочи. На Ликане залетает еще Эрро от Крэйзи в Рошана. И Рошанчик уже подпросил на пол хп. Об этом... Об этом, об этом не догадываются ребята из Ахед. Стоит у них Вижен не совсем должный. Если бы был бы день, было бы видно перемещение релаксов. А так как ночь сейчас, релаксы очень плотненько зашли и об этом никто не знал. Аегис достается. У нас Йоку на Слордаре. И вот сейчас более-менее становится положение. Где Шач? Есть у него Мека. Да, есть уже готовая Мека. Ее нужно только привести себе со Стэша. Дрюс перетягивается в топ. У Дрюса тоже есть Арканы. Шестой левел. Андрею надо просто побольше левел нахаботить. Ему нужен девятый уровень. Очень сильно... Так, ноуфир в когах вместе с Йоку дерется. Залетает Найтмар от Викитсика. Сбивают Аегис на Йоку. Но, наверное, сбитым Аегисом просто остановится дело. Ой-ой-ой-ой-ой, появился шутган уже у Олохи. И Виндыкс просто даже не успел среагировать. У него был Грейв. Получает просто напас. Шачло еще здесь глимсует. Хороший филсгрип, хороший кинетик филс. Минус два. Если еще учесть то, что сбили Аегис, это минус три, грубо говоря. Попросевший Ахет, ну, сделали без разменов. Два безответных кила сбили Аегис и отошли. Без потерь все очень хорошо. Выманили еще ультимейт с Виномайнсера. Это тоже немаловажно. Дрюс находит в топе на Д. Забирает его и идет фармить топ. Нужен левел. Нужен девятый очень сильно, потому что нужно максимальное семя. Как можно максимальное. Максимальное семя, это всегда приятно. Но у него только второго левела. Такое полусемя. Как полупавлик, только полусемя. Так, ну что, появляется все-таки у нас готовая мека. Была бы сейчас мека, было бы это все поярче. Замес на миде. Я, конечно же, о нем говорю. И Крейзи. Крейзи ничего пока что не появляется. Что это за рецепт? Рецепт на Мидас. Крейзи пытается как-то компенсировать свое грустное начало. Виндикс успевает закинуть на себя. Грейв тем самым спасает свою жизнь. Так, снизу убивает Крейзи очередной раз. Под ультимейтом. На ноуфира хорошая атака. Хороший ультимейт от Арзика скидывается. Тем самым просто сейвит жизнь сейчас на ноуфира. Но Крейзи здесь погиб. Вызываются некрачи. Хорошо, здесь Йоку залетает на ноуфира. Но его зажимает здесь Коги. Закидывает еще амплифай в Арзика. Хороший кинетик филд. Но Арзик очень плотно понахватал здесь замедление. Пытается еще мансовать. Кузается стринт. И последняя тычка от Шачло залетает. Плюс еще под ультимейтом Дазла здесь убегает Сема. Разломали тем временем еще в количестве двух персонажей. Ребята из Ахэд Т2 на миде. Растянули меня как комментатора по всей карте. Туда-сюда гейминг сейчас был. Там киллы, там пуш. И все это. Невозможно посмотреть, уследить. Появляются вторые некрачи в стэше у Семы. И половина денюшек у него осталось. Третьих некрачей. Как раз таки укладывается Сема до 20 минуты. Как я и предполагал примерно. Так, Крейзи. После покупки Мидаса он погиб сразу же. Поэтому Мидас его еще дольше отложился. И получается, что Мирана где-то минуте на 18-15 где-то приобретет этот Мидас. Ну да, после этого воевая, если все хорошо он здесь в полосхите, то появится Мидас. Но это, конечно, не самый ранний Мидас. Не знаю, насколько хороший это выбор. Думаю, Драмы бы какие-то лучше бы выехали. Потому что и толщины бы это прибавило и на команду. Ну и вообще, как бы Драмы неплохой артефакт на Миране. Видимо, видимо, Релаксы подозревают, что будет игра затяженная. Поэтому Крейзи все-таки решил купить себе Мидас. Есть у него аквилка, он ее включил. И, кстати, без проблем заберет сейчас Т1 Тавер. Это первый Тавер, который отойдет в актив команды Релакс. Но вот отъезжает Т2 Тавер тем временем у Релаксов. Это второй Т2 Тавер и остается один Т2 Тавер вне базы у Релаксов. И это очень-очень грустно. Залетает Этернал Блейд в Йоку. Йоку очень плотно просел под эффектом спринта, он нахватывает еще больше. Биндекс скидывает очень грамотный ультимейт над пуши. И Шачло пытается здесь вардить. Но единственный, наверное, плюс для Релаксов... Ой-ой-ой, хороший Хукшот. Вернее, хороший Хукшот для Релакс. Не очень хороший для Ахэд. Йоку здесь глимсанули. Не могут, не могут Ахэды подняться. Нормальным, каким-то должным образом. И Релаксы всячески мешают. Но вот если бы сейчас Хукшот попал бы, наверное, в Шачло, было бы все очень грустно. Пошел ультимейт у нас от Крейзи. Под спринтом бежит у нас Йоку. Йоку, блинк, хорошо, стан подвоим убивает. Сразу же Викитика, получает Андерстрайк и пытается отсюда мансить. Залетает еще Гель, Валоха, получает эффект Этернала. Дредд с Даггера, Блинка заходит. Хорошие Корнишоны по-троим убивают еще. Никого не убивает. Алоха, Алоха пытается жить, Алоха умирает. Но Фир тоже очень плотно подпросевший. Его месят трое. Шач, 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 Мансует, получает Андерстрайк. Шач, наверное, Аминь, нет, Шач выхиливается. Сема, заканчивается эффект шейп-шифта. Это 3 в 0, без разменов залетает. Это еще Гель, Шач, Мансует, это 0 в 4, хорошо. Трипл килл для Крейзи. Крейзи начинает реабилитироваться этот молодой человек. И трипл килл для него. 1800 денег появляется после покупки Миндаса. И это будет Т1 Тавер отходить. Второй Т1 Тавер, кстати, в копилочку команды Релакс. Вот, неплохой файт был. Там еще и стрики, скорее всего, позбивали. Нет, там малобюджетные молодые люди умирали без стриков. Но посмотрим на график где-то через минуту, они обновлятся уже точно. И неплохой такой файт, ответочка была от Релакс сейчас. Я думаю, фанатам команды Релакс такой файт дает некие надежды на продолжение. На продолжение участия в квалификациях данной команды. И появляется третья Некрочина почти в 21 минуте. Но с учетом того, какой сейчас файт был неудачный, да, немножечко подопоздал от плана Сема здесь. И растепешивается после удачного файта, после хорошо пропушенного Тавера. Команда Релакс, без всяких загулов, все очень грамотно отошли. Но вот Крейзи только загуливает. И тут ходит Репликейт, кстати. На него может прилететь морфинг и оторвать Крейзи вот эту 1000 хп очень быстро. Где Алоха? Алоха после появления Этернала приобрел себе Яшу. Есть у него 1600. Будет это Манта Стайл, грубо говоря, через минутки две с половиной, я думаю. Йоку, не отвлекаясь от фарма, очень хорошо эта селедка начинает переворачивать ход игры. Будет выходить в БКБ, понятное дело. Есть у него уже Огар Клаб, 1300. И все неплохо. Рошан не особо скоро будет. Появляется Регенчик еще снизу. Кого здесь поймали? Ну Крейзи, Крейзи, о чем я и говорил. Зачем он здесь ходит вообще? Нашли его, оторвали ему кусок лица. Сейчас достался фраг Лекантропу. Лекантропа у нас имеет 3-1-1. По счету 1000 голды после покупки третьих Некрачей. Дальше Сёма уже будет бустит себя как ДД, наверное. Это очень грустно. Обычно игры с Лекантропом, который не особо затяженный, заканчиваются на покупке третьих Некрачей. И все, там просто какой-то ярый сплитпуш идет, но еще максимум БКБ появляется. Я думаю, что мы здесь тоже не пронаблюдаем какого-то 6-слотового Лекантропа. И Ноуфир будет собирать Мекку здесь на Клакверке. Есть у него уже Баклер. Есть встающая хедресочка. И остается накалидовать на рецепт самого механизма. Алоха ездит, тоже пытается найти какие-то фраги. Но Релаксы сейчас более-менее начали хорошо по карте перемещаться. Не дают они каких-то поводов и загулов, но вот Крэйзи, если честно, только не радует своей игрой в данной встрече, в данной карте. Предыдущие карты он хорошо отыгрывал, я ничего не могу сказать плохого. И он вообще по игре за релакс, зачастую он тащит игры. Так что винить его не будем. Видимо, что-то не пошло, но все, я думаю, достаточно хорошо должны понимать, что смерть 1 на 1 в миде, если такая случилась, то это очень грустно. В Волоху залетает хороший Эрол, прыгает сюда еще и Йоку. Волоху успевает влететь на Репликейт и Ноуфир, скорее всего, здесь отъедет в когах. Ну хорошо, хоть так. По-другому не обошло. Сёма залетает сюда в шейф-шифте, ловит корни от Дреда, Дред. Волки хорошо впитались здесь Эрол. Сёма, Сёма очень покоцан и уходит отсюда. Релакси очень уверенно держится в пятером. И в пятером их довольно тяжело убить за счет вот как раз таки Дрюса. Поэтому практически получилось сейчас Алоху убить, но за счет его перекачки он вышел с эффекта стана от стрелы и улетел на Репликейт. Еще Некрачи, Некрачи достаются у нас 200 голды. Йоку есть еще вот такой Некрач. Его нужно добивать. Шичло его погнал, погнал, 200 голды. Кстати, Виномайнсер тоже выходит в Аганим. Есть у него 11 левел и второй ультимейт. Есть Point Booster, есть Огроклаб с Тэши. И остается полторы тысячи до полного собранного Аганима. Крейзи. Крейзи будет что? Будет ли это Дезолятор, либо это БКБшка? Скорее всего, будет БКБшка. Судя по тому, какие скиллы имеются у команды Ахэдгейминг. Там Саленс очень неприятный. И скидывается Сарзика. Плюс прокаст морфа можно будет в драке и выйдить. Хотя бы на таком основном персонаже, как Мирана. Так, ну что. Судя по тому, что... Находится... Репликейт и находятся 4 персонажа команды Ахэд в топе. Парни собираются идти и пушить последний Т2 тавер. Который остался у Релакс в активе. И тем временем появляется Рошан. Об этом знают Ахэды. Сразу же массовые телепорты идут на Т1 в миде. Которые очень неудобны, наверное, в плане для Релакс. В плане мобильности. Ахэды очень быстро переместились. Дред моментально просто за прокаст от морфа отъезжает. Выкупается. Летит назад. И не хотят Релакс сейчас отдавать этого Рошану. Но под юзается Хауль от Сёмы. Полный комплект. Тут волков. Некрачей заходят. И Рошан под медалькой начинает сыпаться. Эро от Крэйзи залетает. Залетает. Хороший Старфолл. Йоку залетает. Какой неточный стан от Йоку. Йоку еще глимсует отсюда. Дред врывается. Ставит хорошие корни. Хороший ультимейт. От Арзика залетает. А Егис забрали. А Егис забрал. Алоха. Умирают уже двое. Дред также отъехал после байбэка. Виндикса тоже отсюда не отпустят. Йоку улетел. Очень фейловый замес от Релакс. Очень. Очень грустный. Крэйзи там раскастовался всему. Все это давало вижен. Йоку чуть-чуть не допрыгнул на Сладаре. Неточный стан. И его оттуда еще глимсанули. Хотя этот глимс наверное более спасительный был, чем фейловый от Арзика. Вернее не фейловый. Спасительный для Йоку. Потому что Йоку бы там еще и похоронить смогли сразу же. Там ультимейт еще просто залетел сразу же в то же место. После глимса. Глимсуют. Глимсуют у нас Лордара. БКБ подъюзывает у нас Йоку. Йоку побежал за Арзиком. Блинкается. Хороший клэп. Не клэп, а стан. Короче. Как он называется. Краш вот. И забирает у нас Йоку для себя саппорта команды Ахэт. Но пришлось потратить БКБшку. В итоге БКБ, который он только собрал, у нас уже 9 секундное. Имеется у Релакс. Прилетает готовая Мека к Ноуфиру. Лоха здесь помятый ходит, но у него есть Аегис. Делает репликейт Светюши. И я думаю сейчас полетит на базу через телепорт. Продаст скорее всего Ботл. Либо же Аквилку какую-то. Аквилку продает. Ботл для него сейчас очень полезен. Потому что он бегает с количеством ХП в 700. И пара плюшек там. Даже от тех же крипов, которые там он пытается пушить по линии. Ему этот Ботл очень плотно восстанавливает. Здесь Найтмари стоит. И Викит Сик пытается в соло здесь убить Шачло. Неточная стрела от Крейзи. Лип. Шачло мансует по кустам. Цыганские мансы. Хорошо. Шачло под дурной. Выживая. Делает телепорт на базу. Ну а тем временем просто падает Т3 на миде. Падают бараки. Рейнджовый. Милищный. Добивают. Все под эффектом Дазла. Ультимейт. Но сторона отъезжает. Виндикс юзает на себя Грейв. Заставили его пойти поригениться. Алоха до сих пор имеет Аегис. У Релакс нет глифа. И падает вторая сторона. Нет Шача 30 секунд. И Релаксом нужно что-то делать. Хорошо врывается Йоку на Арзика. Вешает Amplify Дэймач. Арзик очень сильно здесь проседает. Сёма Заслеер юзает Шейпшифт. И просто врезается в бараки. Виндикс под Грейвом бегает. Пытается хоть что-то сделать. Алоха перекачивается. Но до сих пор есть Аегис. Хороший хукшот от Ноу Фира. В Крэйзи Крэйзи ещё толкается об Коги. И Алоха встанет сейчас. Встанет. Не по таймингу залетает ещё. Крашат Йоку. И Мили Барак получила забрать. И Ахэды без потерь отсюда убегают. Йоку на развороте догоняет. Догоняет Фира. Фир в Когах умирает. Ноу Фир. Фир играет за ЕГЭ. Это Ноу Фир. И что? Будет дальше погоня? Бежит, бежит под спринтом. Можно будет ещё поймать Сёму. Нет, чуть-чуть не допрыгивает. Но эффект спринта ещё есть. Сёма получает амплифай дэймэдж. Подходит сюда ещё и Крэйзи. Хороший уикимейт от Арзика ставится. Сёма до сих пор ещё живёт. Отъезжает Сёма. Крэйзи очень помятый. Алоха погнал. Погнал Виндикса. Ловит эффект Геля. Нет. Маны у Алохи. Алоху могут сейчас здесь принимать. Это три пацана. Алоха. Алоха закидывает. Алоху получилось здесь убить. Найтмар. Найтмар от Викитсика. Сразу же ловит Эру. Дрюс отъезжает. Викитсик в корнях стоит. Викитсика нужно тоже добивать. Добивает его здесь Йоку. И это Тиммай поменяли на Дрюса. И хорошо просто перевернули. Перевернули. Релакс здесь всё. И пошла сразу же ответочка. Начинает пушить Э1. Тавер на миде. Хорошо забирает его. Забирает его Йоку. Это очень важный момент. То, что 2 600 у Слордара. Слордар это единственная сейчас надежда. Команда Релакс. Ну вот Крэйзи тоже начинает уже должным образом выходить в ДД. С учётом того, какое у него херовенькое начало было. 2 600 денег у него после появления Мэлшторма. И нет крипов. Это очень грустно. И очень прискорбно. Шадж заставляет немножечко вардами тут уже Т2 Тавер. Но скорее всего есть мнение, что не получится забрать Т2 Тавер. Потому что Ахэд, гейминг уже практически все живые. Есть глиф. Если сейчас релаксы не отступят, это может быть ошибкой. Да, юзается глиф. И нужно релаксом отходить. Релаксы это понимают и уходят. Но не будем забывать то, что успели всё-таки Ахэды разломать Мили Барак. Разломали мид. И рейндж Барак тоже в перспективе скоро начнёт просаживаться. Но есть такой замечательный персонаж, как Андрей, который может восполнить такой недостаток нерегениющегося Барака. Сделать из него регениющийся. Так что всё нормально. Сёма ловит здесь стрелу от Крэйзи. Крэйзи по дабл дэмэджам. Очень много дэмэджа раздаёт в Сёму. Залетает Старфол. Сёма на развороте юзает шипшифт. Вызывает некрачей. Хауль побежал за Крэйзи. Крэйзи имеет МС-406. МС-406. Залетает ещё Рокет от Ноуфира. Его здесь видно. Будет ли какие-то сейв ТП? Будет ли сейв ТП? Очень больные плюшки. И... Сёма неточный блинг от Йоку. И Крэйзи здесь отъезжают. И Сёма заканчивается шипшифт. Дредд прыгает. Хороший корнишон. И подвоим Алохов. Залетает Йоку. Йоку в БКБ пытается выйти. Йоку выезжает отсюда. Дредд отъезжает. Дредда зажали и убили. Обидели Дрюса. Сёма в итоге здесь выжил. Не будет отсюда, наверное, делать никакого телепорта. Летит Рокет. Залетает по Йоку. Но у Йоку слишком много здоровья. И... Пушат Ахэд Гейминг в обратку. Байбэк, если что, у Крэйзи есть. Имеется. Дредд, я думаю, появится к тому моменту, когда... Ребята из Ахэд подойдут к ХГ. Но не будем забывать, что Глифа у Релакс ещё не будет минуту 20. Поэтому есть в этом своеобразный косяк. И заходят, заходят. Но под ультимейтом Дазла. Об этом тоже нельзя забывать. То, что Слордар может очень плотно сейчас начать раскидывать. Но как быстро падает Тавер. Хорошо Йоку запрыгивает стан по четверым. Один Ноуфир не попал под фокус этого стана. Падает Тавер. И пошёл в грыз в рейндж-бараке. Виндикс получает себе рассказ Морфа. Успевает он за эффект Грейвах себя как-то подсевить. Ноуфир зажимается с Йоку в когах. Летит Эру. Эру неточный. Йоку толкается в коги. Хороший стан по двоим. По Сёме и по Ноуфиру. Все покоцаны под ультимейтом. И на Майнсера. Это мега-крипы. Релаксы убивают Рейф. Но у них мега-крипы. Иллюзии Морфа снизу разбили рейндж-барак. И Шачло пишет ГГ. К сожалению, команда Релакс покидает. Альтова, да привет, пишет Витюша очередной раз. Релаксы покидают квалификации на Техлапсе. И Дрюс будет присутствовать на Техлапсе только в качестве зрителя. Это, конечно, очень грустная новость для Релаксов. Но получается так. Очень обидно, конечно. Но поздравим команду Охет. Еще, в принципе, пока что поздравлять не с чем. Но они победили довольно сильного противника и проходят дальше. Пока что возьму я, ребят, небольшую паузу. Узнаю, когда следующая игра будет. И все это время будет катать музычка у меня на стримчике. И я отползу. Насколько у меня позволит время. Далеко не разбегайтесь. Я буду комментировать следующий матч. Это будет ТР против Инсейн. Тоже сеточка лузеров. Там будет тоже решаться, кто покинет квалификацию из этой встречи. Спасибо.